Журналист, военный корреспондент, автор телеграм-канала «Война с Ордой», а также ютуб-канала Сергей Ауслендер, сам Сергей Ауслендер. Сергей, слышите ли вы в студии лучшего? Да, доброе утро, Сергей. Доброе утро, Сергей. Если я обратил внимание, наша пресса сейчас заполнена материалами людей, которых называют, в России их называют «все пропальщики», по-моему. Там пишут, что наша армия не сможет достигнуть целей ни одной. То есть у нас две главные цели – освобождение заложников и разрушение Хамаса. В общем, в секторе газа нужно сворачивать операцию, поскольку за 104 дня войны нам не удалось и дальше не удастся достигнуть этих целей. Что ты думаешь по поводу вот этих тезисов? Да, есть такой момент. Сейчас действительно начинают появляться сообщения о том, ну не сообщения, а выводы о том, что армия не справляет с поставленными задачами. Но тут нужно же понимать, что, во-первых, две эти цели были названы как параллельные. Во-первых. Во-вторых, освобождение заложников отчасти, наверное, вытекает тоже из успеха военной операции. Потому что либо менять там, идти на какие-то уступки Хамасу, либо усиливать военное давление, это, возможно, приведет к освобождению хотя бы еще какой-то части заложников. Второй момент. Никто ведь таких сроков-то не ставил, да, нет никакого дедлайна. Там, как товарищ Сталин приказал к 7 ноября Киев освободить, да, вот давайте, значит, будем там ориентироваться на какую-то дату. Никто не говорил об этом, и тот же, по-моему, Галам сказал накануне, что 24-й год будет годом войны, то есть будем воевать. Другое дело, что там меняются фазы немного в ГАДе, да, там снижается интенсивность просто в силу того, что у армии там стало реально меньше работы сейчас, и нет необходимости держать там какие-то войска, часть оттуда выводят, часть по ротации, часть уже из-за отсутствия необходимости. Нет смысла там держать тяжелые танковые или тяжелые пехотные бригады, когда уже для них нет, в общем, таких достойных целей, скажем так. Поэтому и вот может сформироваться ощущение, что все, мы там начинаем операцию сворачивать, из газа уходим там и так далее. Пока, на мой взгляд, это не наблюдается, потому что в данном случае, вот в этой войне, у нас не может быть 90% результата, скажем так, да, или там, я не знаю, 85% мы достигнем, а остальное вот не получилось. Для нас это вопрос-то сейчас экзистенциальный совершенно. То есть, либо мы ХАМАЗ там уничтожим, как административную военную силу, либо это будет такая национальная катастрофа с далеко идущими последствиями. Ну, как раковую опухоль, ее нельзя удалить на 90%, да, ее удаляют в пределах здоровых тканей, как это называется, в онкологии. И поэтому там война продолжается, и говорить о том, что все пропало там, и все вообще, у нас ничего не получилось еще пока рановато. Ну, я полагаю, что и в демштабе, и в правительстве должны это осознавать, что либо мы ХАМАЗ уничтожим, и его там не будет, ну, как, еще раз говорю, как административные силы, и как военные силы, полностью мы там до последнего боевика всех не найдем и не убьем, это понятно. Вот, но так, чтобы у нее не было вот такого потенциала, какой был до 7 октября, это вот цель объявленная, ну, насколько она будет достигнута, это пока отдельный разговор, конечно. Извини, Сергей, слушай, а вот мы в последнее время читаем, что, выйдя из северной части сектора газа, там есть сообщение, что ХАМАЗ начинает там перекидывать каких-то своих боевиков. Восстанавливает разгромленные батальоны. Восстанавливает вот это, насколько, может ли это привести к тому, что нам придется опять ввести дополнительные силы на север газсектора? Ну, с одной стороны, вот Олеги сказал, да, начальник демштаба о том, что нам, возможно, придется вернуться в газу еще с большими силами. С другой стороны, мы же с севера газа не ушли полностью. Оттуда вывели вот те подразделения, которые там в данный момент были не нужны, но там сохраняется военное присутствие, там продолжаются вот эти вот операции по поиску и ликвидации очагов сопротивления. Батальоны ХАМАЗа на севере не просто разгромлены, не уничтожены. Там есть такое отдельное сопротивление, оно довольно дезорганизовано. Но если мы оттуда уйдем полностью, вот прям вообще все до последнего солдата, как в 2005 году, то, конечно, ХАМАЗ тут же попытается восстановить. Пока у ХАМАЗа сохраняется вот очаг управляемости на юге. Это Рафиах, Филадельфийский коридор, там гуманитарные зоны. Там он как бы по-прежнему сохраняет управляемость, да, и оттуда он может попытаться там по тем же туннелям, например, перебросить подкрепление куда-нибудь там на север или в центр газа, что мы, собственно, и наблюдаем. Поэтому сейчас военные так сосредоточены на уничтожении этих туннелей. И с туннелями там отдельная история. Их, конечно, там чудовищным образом недооценили. Их фактор, их вообще вот как бы сложность, разветвленность там, и глубину, и все такое. Поэтому придется какое-то время сохранять военное присутствие в ГАЗе. Ну, там все может перейти к сценарию вот условно Иудеи и Самарии, вот как там. То есть такие рейдовые полицейские операции, зачистки, вот типа того, да, стабилизационные мероприятия так называемые, да, с целью как бы не дать Хамасу опять развиться в армии. Вот в чем как бы проблема была? В том, что Хамас уже не был террористической группировкой, как мы вот это привыкли себе считать. Это была полноценная армия. Только танков у них не было и самолетов. А так, в общем, все признаки армии-то у них были. И вот это нужно не допустить. Иуд Яари, один из самых известных наших журналистов, обозреватель по арабским делам 12-го канала, сказал, что песенка Хамаса будет спета, когда будет разгромлена бригада Хан Юнеса, которая, по его словам, состоит из четырех батальонов. Вот только тогда, отметил Яари, Синвар поймет, что все, поражение уже наступило. Если это действительно так, то насколько мы близки к достижению этой цели в Хан Юнесе? Ну, в Хан Юнесе там сейчас несколько все статично выглядит. То есть армия не продолжает свое продвижение силами механизированных соединений внутрь Хан Юнеса. Это город относительно небольшой. И вводить туда там с трех сторон, не знаю, по танковой и пехотной бригаде, при бригаде это приведет к тому, что войска будут там друг у друга на головах топтаться и лишь провоцировать случай дружественного огня. Поэтому, заняв предместие и окраины Хан Юнеса, армия остановилась и перешла вот к ударам с воздуха, артиллерийским ударам и всякого рода таким рейдовым действием, силами спецназа. Ну, вот давеча был рейд Эгоза и Маглана, где они захватили штаб исламского джихада, например, и разгромили. То есть вот к такого рода продолжается. То есть военные сейчас несколько сменили тактику, чтобы в клинч с террористами не входить. Вот они действуют дистанционно. Выявили цель, вызвали удар авиации или артиллерии. Выявили цель, навели на них там авиацию. Вот что-то в этом роде. Ну, вот писали, во всяком случае, о том, что из этих четырех батальонов один полностью уничтожен, один разгромлен, и два сохраняют, вот как говорится у военных, приемлемую боеспособность. То есть они еще в состоянии оказывать относительно организованное сопротивление. Вот нужно их как бы добить, а потом уже говорить о том, что бригада Хан Юнеса разгромлен, но еще остается Рафех. Там тоже есть батальоны Хамаса. И что делать с Рафехом, пока, я так понял, решение принципиального не принято, либо оно принято, но не озвучивается. А вот пишут, да, вот смотрите, уже больше трех месяцев никак вот такая армия не может, значит, разобраться с Хамасом. А с другой стороны, я вспоминаю иракский Масул. Помните войну, когда американская армия, по-моему, больше, чем полгода, никак не могла уничтожить все эти очаги сопротивления. Нет, не американская, это местные в Армалеи, которых согнули, и американские инструкторы их чему-то там обучили. Ну, пытались учить, да. Иракцы, и курды их штурмовали Масул. Да, но это продолжалось, продолжалось больше, чем полгода. Так что... Ну, там в общей сложности полтора, с учетом всей битвы за Масул, занятия как бы... Ну, вот. В три города около полутора лет активный штурм Масула шел примерно 8 месяцев. Вот поэтому, понимая, что, как воевать тяжело с вот такими партизанами, вот с учетом вот этой системы туннелей, то, что ты говоришь, это действительно можно с юга на север, и вполне возможно есть такие туннели, перебрасывать какие-то группы. Это очень сложно. Легче, когда идет... Есть одна армия, одного государства, армия второго государства воюет. Там, понятно, идут сражения, они более... Первые эпохи, крушение государства, племена выходят на первый план. И вообще, честно говоря, насколько я не специалист военный, но мне кажется, воевать государству против террористической организации всегда сложно. Ну, так оно и есть, да. Это действительно так. Мы вот живем в эпоху таких гибридных войн и войн с террористами, да, против... Ну, как бы, против организации... Да, извини, то есть получается... Да, извини, то есть получается так. Государство должно воевать по правилам, то, что от него требует, то, что сейчас требует от Израиля, а вторая сторона воюет, как она хочет. Да, совершенно верно. Так оно и выглядит примерно, да. Ну, можно тут опять же привести пример. Это вот вторая война в Ираке, когда американцы сравнительно быстро, буквально за пару месяцев, да, разгромили иракскую армию, а потом 20 лет возились там с этой партизанщиной и до сих пор толком, в общем, ее до конца-то и не победили. Поэтому это большая проблема, именно с точки зрения, во-первых, восприятия, да, нас воспринимают как государство, которое обязано там соблюдать правила, законы обычаи войны, гуманитарные нормы и так далее, а с Хамаса как бы какой спрос, да, кто с них спросит, что нам, резолюцию напишут в ООН, ну, напишут и что с того. Вон про Хуситов написали, не сильно это помогло. Вот, поэтому, да, в этом есть определенная проблема, плюс одна из проблем вот войны с этой городской Киили заключается в том, что трудно отличить мирных от немирных, да, они все и мирные, и немирные одновременно. Потому что террористы Хамаса, как только началась война, сняли с себя военную форму, в которой они так красиво на парадах там ходили или там на учениях, да, тренировались, надели на себя там джинсы, футболки, сверху разгрузка, в руках автомат. Вот он отстрелялся, бросил автомат, снял разгрузку, он мирные жители. Как вот ты его отличишь от немирных жителей? Поэтому в этом есть такая серьезная проблема, да. И получается, что мы действуем в ГАЗе, вот, грубо говоря, наша армия, это кувалда, да, такая мощная, огромная кувалда, которую можно там раскроить череп там любому противнику, но в качестве противника у тебя рой ос, рой пчел таких вот, вот, которые тебя со всех сторон жалят, вот кувалда против пчел как-то воевает довольно проблематично, на мой взгляд. Сегодня семьи наших заложников в ГАЗе пытались помешать на КПП Керем Шалом отправке гуманитарной помощи в ГАЗу. Полиция их остановила и обеспечила проход грузовиков в палестинский анклав. Скажи, на твой взгляд, вот эта доставка гуманитарной помощи при доставлении вот этих грузов, товаров первой необходимости, насколько это помогает Хамасу держаться в обороне? Ну, во-первых, надо сказать, что семьи заложников упрекнуть тут не в чем абсолютно, их совершенно можно понять, вот, и к ним претензий нет никаких совершенно, да, государство не выполнило свою важнейшую функцию, не обеспечило их близким безопасность, в собственных домах причем, и поэтому вот их претензии тут вполне обоснованы. Что касается гуманитарной помощи, нужно вернуться, на мой взгляд, в начало войны, да, когда было сказано там устами премьер-министра, министра обороны, там всяких разных деятелей, военных и гражданских, о том, что ни капли топлива, ни килограмма еды, ни литра воды мы туда больше в газу не поставим. От момента этих заявлений до момента, пока вот все эти краны пооткрывались, и туда потекли и топливо, и вода, и еда, прошло там, я не помню, считанные недели, наверное, да, если не меньше. Вот, в этом смысле, конечно, мы очень сильно облажались, на мой взгляд. То есть нельзя делать такие заявления, да, и потом, а потом все это давать, да, дезавуируя таким образом свои же собственные утверждения. Это очень как бы непоследовательно, глупо, и вообще, как бы, на мой взгляд, совершенно не объясним. Хамас, во-первых, да, он приличную часть помощи забирает себе, она не доходит до адресаторов, потому что, как мы все понимаем, все эти международные структуры, там, ООН, БАПОР, вот это вот все сборище, их совершенно не волнует, куда попадет эта помощь. Их задача, чтобы грузовики пересекли границу. Чем больше, тем лучше. А что там будет внутри сектора, их это уже совершенно не волнует. Хамас до сих пор взимает налог с этих грузов, кстати, да, продолжает зарабатывать на этой войне. И в этом смысле вся эта гуманитарная помощь, сколько ее там не увеличивая, она как вот вода по дырявой трубе. Половина там уходит в грунт или вообще неизвестно куда. А Хамасу, да, Хамасу нужны и продукты, и лекарства, и топливо. И понятно, что он там изрядную часть всего этого забирает себе для своих нужд. Сереж, у нас интересная ночь прошла. Ну, вообще, конечно, праздник для военных корреспондентов. Обмен ударами между иранцами и пакистанцами. Сирийцы, Иордания бомбит Сирию. Мы продолжаем вот с этими нелюдьми по периметру всех границ. Это и есть та самая региональная война, о которой нам стали говорить, ну, практически сразу после бойни 7 октября? Ну, вот я как-то тоже об этом подумал на досуге, что вот американцы боятся, значит, там, бомбить хуситов, уж пальцем тронуть иран боятся, потому что боятся эскалации региональной войны, так она фактически идет. Да, Пакистан воюет с Ираном. Ну, пока не в полный рост, но там вообще очень сильно все обострилось. У нас тут по всему периметру черти что творится. Ну, все, что ты перечислил, да, там, хуситы просто парализовали буквально. Судоходное сообщение через Красное море, так чем это не, собственно, региональная война? Да, и Иран бомбит Ирак. Вот, Ирак, значит, жалуется там кому-то, потому что Ирак сейчас слаб и совершенно не в состоянии ничем Ирану ответить. И чем это не региональная война? И, как по мне, понятно, что корень всех проблем сейчас, вот, такие все вот эти вот узлы начинаются в Федерань плюс мин. И такой вот исторический шанс, окно возможностей, открылось раз в сто лет такое бывает, да, разобраться с этой проблемой уже раз и навсегда. Но это не та администрация в Белом доме, там лидеров нет, да, которые приняли бы такое решение. Ну, короче, в общем, проблема с этим. Потому что все пытаются лечить симптомы, не видя причины болезни, или предпочитая ее не видеть, как будто бы. Хотя, как по мне, вот проблема находится в Тегеране, и учитывая там наличие сил и крест тех же американцев, там этой коалиции всей и так далее, наши возможности. Можно было бы с этим разобраться там раз и навсегда, но что-то как-то пока не хотят. Понятно, что коалиция бомбить Иран не будет, потому что нужно им всем сесть, позаседать, всем друг с другом договориться, эти будут против, эти за, но и так далее и тому подобное. Но вот как-то, не знаю, все это выглядит как довольно... Демократам это нужно до выборов? Они и так пока проигрывают? Выборы, демократы проигрывают, им война не нужна, и вот это вот все. Потому что был бы там лидер в Белом доме, лидер прям вот такой настоящий, он бы, может, и принял бы это решение в ущерб там своему политическому будущему. Хотя так вот если как бы между нами, я не эйджист совершенно, ну Байдену сколько, 82 года уже, да, оказалось. Ты мог бы войти в историю как президент, который решил проблему Ирана, вот, и пойти на пенсию, на своем ранчо писать там мемуары, да. Но вот ему нужен второй срок, а может это не ему нужно, а кому-то другому нужен, я там не сильно сведущий в американской политике, вот, но выглядит это все как-то вот прям абсолютно глупо, беззубо и опасно, кстати. Потому что Иран все время раздвигает свои границы, да, вот есть такая концепция стратегических границ, когда сильное, мощное государство имеет границы дальше, чем географически, такой вот периметр безопасности условно. И вот Иран этот сейчас периметр раздвигает, 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 постоянно пробуя, как бы, запад на прочности своих соседей, а ответить-то, собственно, толком-то и некому. Поэтому это все выглядит очень странно. Коалиция с хуситами не может разобраться, не то что уж с Ираном? Ну вот, о чем и речь. Хотя, опять же, хуситы не проблема, хуситы следствие, да, не причина, точнее, хуситы следствие. Так же, как и Хизбалла следствие, и Хамас с исламским джихадом, и в Иране, и в Ираке, и в Сирии, и там, и так далее, и тому подобное. Корпус стражи исламской революции, такая террористическая группировка, террористическая армия, только действующая под вывеской государства Иран, да, и, казалось бы, вот сейчас бы можно было решить эту проблему, но чего-то вот как-то не наблюдает такой решим. Послушай, насколько я понимаю, одна из причин нашего провала 7 октября, что мы годами, десятилетиями готовились к войне с Ираном. Туда были направлены все наши усилия, Хизбаллах, Хамасы, другие прокси Тегерана, это будет на потом. Но вот наступила война, наступило 7 октября, и выяснилось, что мы не можем справиться с Ираном, Хизбаллой, с Хизбаллой, Хамасом и Хуситами. А если брать по совокупности, боевая мощь Ирана, ну, на несколько порядков, наверное, превосходит вот вместе взятые эти достаточно мощные террористические группы. На что мы рассчитывали в войне с Ираном, вот имея вот такие наличные силы, или же мы просто еще не ввели в действие все те виды вооружения, все те части, которые у нас готовы. У нас, видимо, какой-то резерв есть. Ну, надо сказать, что Иран с нами напрямую воевать-то никогда и не собирался. Это, во-первых, невозможно в силу географического фактора, нас разделяет там тысяча с чем-то километров. Во-вторых, у Ирана нет для этого средств. Да, у него нет мощной авиации, в отличие от нас. У него есть ракеты, но это большой вопрос, насколько их много, насколько они в состоянии достичь территории Израиля, и как с ними справится израильское ПВО пятислойное. Поэтому, понятное дело, что в случае, там, скажем, удара по иранским ядерным объектам, Иран ответить-то, по сути, бы ничем и не смог. Напрямую имеется в виду. Для этого Иран и формировал вот эту сеть Прокси, да, эту шиитскую дугу от Йемена до Ливана, вот, и для этого он там годами, десятилетиями взращивал и Кизбалу, и исламский джихад, и помогал Хамасу, и в Сирии там формировал свои вот эти про иранские шиитские милиции, там, и так далее. Это маленькие армии, на самом деле, не такие уж и милиции уже. Вот, для того, чтобы все это иметь возле наших границ. А у нас, параллельно с этим, возобладала вот эта дурацкая концепция маленькой и умной армии, как будто мы живем день в Бельгии, да. Вот это вот в Бельгии хорошо иметь маленькую и умную армию. Когда у тебя вокруг сплошное дружественное окружение, ты под зонтиком НАТО, и можешь там играть в игры с высокоточным оружием, там, и всякими хитрыми спецназами. А у нас за последние сколько там, лет 30, Сахал пережил несколько таких последовательных волн сокращения сухопутных войск. И вот сейчас оказалось, что нам банально их не хватает. Хотя были учения, да, война на несколько фронтов, в которой, кстати, учитывался фактор хуситов тоже. Но как-то вот одно дело, видимо, на картах, а другое дело в жизни. И в жизни оказалось, что нам банально не хватает сухопутных войск. И мы не можем, скажем, начать операцию против Хизбаллы, не высвободить часть войск из газа. Вот так вот. И сейчас заговорили о том, что нужно снова формировать танковые бригады резервистские, там, пехотные. В составе дивизии газа нужно развернуть еще одну бригаду территориальную и так далее и тому подобное. И оказалось, что мы к войне на несколько фронтов не то, чтобы не готовы, но прям вот не совсем готовы. Потому что у нас сейчас фактически три фронта. Север-юг и Иудеи и Самария. Ну, хуситы, ладно, там это уж такая отдельная история. Но, тем не менее, тоже имеется в виду такой фактор. А там еще Сирия может подключиться и так далее. Я уж не говорю о том, что было бы, если бы они все-таки синхронизировали свои действия, я имею в виду Хизбалла, Хамас и сирийские вот эти группировки, и атаковали бы одновременно, скажем, 7 октября. Вот одновременно произошла бы атака на всем протяжении северной границы, ливанская-сирийская, и Хамас на юге. Я даже не представляю себе последствия, если честно. Даже не хочется думать об этом. В каком-то смысле, вот сейчас как-то не ужасно прозвучит, но нам повезло, что Хамас такой вот фальстарт совершил. И чем самым лишил Хизбаллу факторов внезапности и как бы вот спутал им все карты. Так что, в общем, нам стоит крепко подумать над тем, что нам нужно как-то свою армию менять опять в сторону увеличения. То есть, концепция маленькой умной армии, высокоточные ракеты, такой спецназский польза, все это провалилось, к сожалению. В наших условиях это не работает. Спасибо, Сереж. Сергей, пока вы не убежали. У нас буквально минута до перерыва, но есть вопрос от всех наших зрителей, которые смотрят видеотрансляцию. Вы, как человек интеллигентный, естественно, каждый ваш шаг художественный выверен. У вас сзади на книжной полке стоит ваша книжка «Интересный пациент». Вы на что намекаете? Кто в сложившейся ситуации «Интересный пациент»? — Я. — Понятно. — Я болел раком, да, лечился очень долго. Долгая была история многолетняя. Я написал книгу о том, как вот, как побороть рак. — Понятно. То есть вы просто показали... — Нет, мы всем рекомендуем, да, «Интересный пациент», книга Сергея Услендера. — Мирное время надо по этому поводу с Сергеем посидеть, пообщаться. — Это обязательно. — Я просто подумал, что это пасхалка такая. — Да. — Посмотрите. — Да, обязательно. — Спасибо большое. — Сереж, спасибо тебе. — На прямой связи со студией лучшего радио был журналист, военный корреспондент, автор телеграм-канала «Война с Ордой» и ютуб-канала Сергей Ауслендер. Сам Сергей Ауслендер. Подписывайтесь, пожалуйста, на Сергея. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!